Кто ты? Кто ты тебя спрашивал? Фамилия какая твоя сотрудник? Фамилия какая? Имущество верни, которое тебе не подлежит. Имущество верни, которое тебе не подлежит. Ты в нем слушал, нет? Баллончик сюда. Имущество сюда верни. Начальник, кто старше у вас здесь? Представьте, с кем я выговариваю. Просто закрой, представься, когда я с тобой разговариваю. Сохранить не надо. Повыть буду. Я говорю, представься, с кем разговариваю. Такого ключи сейчас с вами, никто вести диалог не будет. Ты имущество верни, потом мы с тобой разговариваем. Имущество верни, потом будем разговаривать. Я сказал 10 раз, вызови полицию. Я буду разговаривать, руки меня не касаться. Вы неадекватный. Руки меня не касаться, ты не понимаешь? Предупреждение понял мое или нет? Понимаете. Я говорю, понимаешь или нет? Фамилию назови свою, ты не общаешься. Как? Журавлёк, имя учиться, как тебе обращаться? Олег Станиславович? Олег Станиславович, значит, на каком основании у меня изъяли мое имущество? Без составления каких-либо документов. Вот с этого надо было начинать. Я с этого начинаю, давай. Мы начали думать. Давай, ты старший, ты старший, давай, объясняй. Объясняй действия своих подчиненных. Давай, где, Валерий? Не надо мне учить морали. Я сам знаю, как мне общаться. Когда я заслуживаю уважения, буду с тобой, может быть, общаться на вы. На данный момент не заслужил. Очень долго представляешься. Ну и меня, ты знаешь, насрать, что я без маски. Ты без штанов. Дальше что? Дальше что, говорю. Обосновывай то. Почему, по какой причине ты забрал у меня баллончик? Причей, твой подчиненный. Ну, слушаю тебя, ну. Закон о транспортной безопасности знаешь или нет? Закон об оружии знаешь или нет? Ну, что там гласит? Я себя владею на законном основании средствами обороны. Я имею пользоваться ими, проходить куда угодно. Что непонятного? Ты у мента будешь пистолет забирать, да? Ты ничего не попутал? Ты тебе правила, которые там висят, вообще читал их? Читал. Ну, так и вводи еще раз почитай. А когда вы читали, невнимательно. Значит, еще раз отдай баллончик, я пойду заниматься своими делами. Немножко, Тони, слежай. Да я не буду решать, как ты не перешла, как меня разговаривал. Я с такими людьми, как ты, разговариваю именно так. Вот так вот? Вот так вот, да. Хорошо. Ну, прекрасно. Чего лыбу дай? Я говорю, баллончик верни и все на этом. Не ваше дело. А какое дело? Вот ты сними на морд, чтобы я на тебя посмотрел. Вот. Вот так вот и разговариваю с людьми. Чтоб тебя знали все в лицо, кто ты такой. Все. Нет, не все. В распоряжение отдать своему подчиненному. Почему? Тогда вызывай сотрудников полиции. Сотрудников полиции. Ссор, куда повернем? Вы неадекватный гражданин. А, здравствуй. Ну тогда что с вами общаться? Я стою у вас уже, зову несколько минут. Значит, объясняю. В соответствии с законом об оружии, в соответствии с законом о транспортной безопасности. Я имею право переноски, хранения и тому подобное средств самообороны. В данном случае гражданского оружия под названием баллончик. Значит, если внимательно эти товарищи почитают тот приказ Минтранспортного, на который, я думаю, не могут ссылаться, там сказано, что забирается и изымается оружие в случае, если нет законных оснований. Вот понимаете, если я проношу какое-то оружие, на которое у меня нет разрешения, да? Это незаконно, понимаете? Эти вещи изымаются. Пожалуйста, у вас разрешение есть по себе? Конечно, есть. Подявите, пожалуйста. На газовый баллончик. Я тебе разъясняю, что согласно закону об оружии, для приобретения, хранения, пользования такого оружия, как газовый баллончик, разрешение не требуется лицензии. Это не пневмат, это не нарезное, а гладоствольное оружие, понимаешь? Да, там бы я сейчас показал, там это все как положено, да, если бы у меня было с собой. Здесь не требуется, это федеральный закон, это понятно, я надеюсь. Если бы мне было меньше 18 лет, вот, ну может, если он сомневается, что у меня есть 18 лет, я покажу паспорт, вопросов нет. Есть сомнения, что у меня 18 лет? Судя по поведению, я уверен. Не уверен? Нет. Покажу. Показать, что у меня 18 лет? Нет, я уверен. Так, показатели, ты уверен или не уверен? Нет, по поведению я сказал. А, ты хочешь у меня оскорбить или что? Нет, ты, а вы. Да ты, ты себя позволяешь ерничать со мной, понимаешь? Ну, сотрудник полиции, видите, он как бы, ну, убедился, что у меня 18 лет. Есть все, да. Давайте вы тоже перестанете кричать. Я не перестану кричать, я встречаю супругу с ребенком, я должен был ее встретить, а не заниматься вот этим гнилым базаром с вами, понимаете? Я уже поднимал эту тему с вами много раз, потому что не имеете права бы у меня забирать имущество, просто забрал и убежал. Это ваше личное мнение, понимаете? Это факт, это факт. Покажи, что он у тебя находится. Кто? Ты взвешивал этот баллончик, где баллончик? Баллончик, где, я спрашиваю. Вам зачем? В смысле, ну, понимаете, что он говорит? Взял мое оружие. Слушай, вот, слушай, вот, слушай, вот, если бы ты не был, это, при, скажем так, своей форме, я бы тебе объяснил по-другому. Пускай бы я получил какую-то там административную. Вы уже тут начали объяснять по-другому. Нет, я сейчас с тобой вежливо разговариваю. Вежливо. Вы начали с ним вежливо. Я с тобой вежливо разговариваю. Вы начали скамство. Да какое тебе дело, скамство? Я тебя оскорблял, не оскорблял. Вы начали, вы оскорбили. Пойди поплачь, пойди поплачь, пойди поплачь, говорю. Что заявление у вас? Да напиши. Сотрудник полиции, прошу предотвратить правонушение, изъять у него мое имущество и на него принять от меня заявление по 330 статье Уголовного кодекса. Представься, кто ты? Я еще раз спрашиваю. Ты кто такой, представься. Сотрудник здравственной безопасности. Ну, дальше. Фамилия, имя, имя, что-то есть? На кого мне заявление писать? Кто у меня совершил грабеж? Кто у меня изъял мое имущество без законных на то основание? Ну, сотрудник полиции, ну вы что, молчите, я не могу понять. Что вы молчите? Так, давайте вы со мной на полшебцахтах не будете, я с вами разговариваю вежливо. Да какая разница в том, я возбужден, понимаете? Я вас не оскорбляю. Я эмоционально возбужден. Я могу немножко себе позволить поханить? Могу? Нету за этой статьи? Нету? Не надо. Ну, я не буду слушаться вас. Я возбужден. После того, как со мной обращаются. Я сказал, кто и как со мной обращается. Я у вас пистолет не отбираю, не требую у вас разрешения на пистолет. Правильно? Вы потому что будете реагировать. Я себя сдерживаю, я сейчас очень себя сдерживаю. Поэтому он пускай радуется, что я разговариваю только на повышенных тонах, не более. Не применяю к нему силу. Что ты лыбишься, блин? Что ты лыбишься, я говорю? Ну, что ты лыбишься, скажи мне? Что ты думаешь, такой смелый, сильный? Да вас тут много. Да я тебя не боюсь и вас всех не боюсь. Вы никто. Вы пустое место. Понимаешь? Была моя воля, я тебя вырубил уже здесь. Понимаешь? Все, понял, услышал. И так будет, я думаю, со временем. Когда вы, если вы не осознаете, что вы никто. И ваша функция делать работу, соответственно, законодательство. А не присваивать себе полномочия. Услышал он меня? Нет. Что ты лыбишься, давишься. Ну, ты понимаешь, что ты не прав или нет? Понимаешь, что я не прав. В чем ты прав? Ты не наслался ни на одну норму права. Я тебе сослался на два закона. На два закона. Да. Федеральное 16, 27 и постановление правительства. Что дальше? Да так ты читал их. Ты почитай внимательно. Ну, что там написано? Я ношу на законных основаниях это оружие. На законных основаниях. Это вы можете, пожалуйста. Но там сказано, я могу... Здесь ограниченную территорию, можете понять. Здесь действует постановление, которое... Федеральный закон тебе говорит о том, что я имею право на ношение оружия, это мое право конституционное, понимаешь или нет? Прибыль на объект транспортный. Слушай, я на самом деле не знаю, кто ты такой. Я не хочу даже с тобой общаться. Мне противно, понимаешь? Потому что ты даже не представился. Ты, значит, боишься. А вот это целительностью, что ли? Начинаю. Как у вас по имени и отчеству? На мае Владимир Владимирович. Да. Вон сам. Да, вон сам, да. Какого веса был баллончик до того, как вы его изъяли? Какой сейчас вес у него? Документы, говорю, предоставь на дом. Такие средства изъяты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова